Почему показывают, как живет Янукович? Богато, согласен, очень богато. Не видел, как живет Яценюк? Вот почему не видел? Не видел, как живет Юлия Тимошенко? Не видел, а посмотрел бы. Показали, как живет Азаров? Ну, богато, согласен, да. Богато. Показывайте тех и тех. Тех и тех. И если я увидел, если Яценюк живет так, как вы живете, так, как вот девушка живет, все живут, без проблем. А Украина-то... Украина-то несчастная страна. За 20 лет не родилось ни одного лидера, который смог бы объединить это государство. Кастрированные мозги. Да на Западе все... Кравчук, Кучма, Ющенко, Кравопийца Янукович. Никого. И сейчас пришли старые, новые. Эти правители, Тягнебок, фюрер, занимался бы гинекологией. Смотрел бы женские гениталии и был бы в пределе. А то он мечтает с Фариом приехать в Крым, вешать, резать иудеев и вешать нас, москалей. И он хочет, чтобы мы любили родную ненькую Украину. Да не ненькая она нам, не ненькая. Она зла мачуха. Зла, скаженная. Придурковата мачуха. Правительство Аксенова, они считают незаконными. Законные они? А они считают незаконными, а себя считают законными. Господин Турчинов пыхтит с чеками и ничего толком сказать не может. Он храпом занял кресло. Люди с людской кровью. До какой степени будет существовать это несправедливо? Как говорят в интернете зеленые человечки. Так вот я когда вижу их, если это военные, низкий им покой, без спасибо. У меня в душе радость и спокойствие. Все они украинские, они отрабатывают деньги. Чьи они деньги отрабатывают? Отрабатывают деньги из Запада, деньги Порошенко. Пятый канал вообще затмил все. Сделали из этих бандитов герои. А наши парни там умирали. За что? Безоружные стояли. За что? На Майдане наемники. Американские, немецкие, прибалты, поляки, турки. А потом они выставляют. Это украинские средства массовой информации. И выставляют. Вот здесь американец занимается приборкой. Убирают Майдан, подметают. А что он там делает? К чему он туда приехал? Была определенная напряженность. Потому что крымчане, естественно, напуганы тем неконституционным захватом власти, переворотом, который произошел в Киеве, разгулом бандитизма, преступности, который имеет объективно на Украине место. Поэтому, мне кажется, ответной реакцией была организация, в том числе отрядов самообороны. Вы знаете, самый большой показатель успокойствия людей, это когда мамы выходят с колясками, с детьми. Вот выше спокойствия нет. Потому что ни одна мама не позволит выйти с ними. Поэтому это катализатор спокойствия. Я желаю вам победить, и может появиться альтернатива. И когда-нибудь чем-то поможете нам. Дорогие крымчане, спасите нас. Я считаю, что обстановка у Крыма спокойная. Глядя, включив телевидение, то есть украинское, я смотрю, что идет провокация против России. Притом идет ложь открытая. Заявляет Евгений Киселев и провоцирует реально граждан Украины против России. Понимаете, да, то есть какая ситуация складывается. Я считаю, что трансляция – это полная ложь. Многие даже здесь граждане, с которыми я общался, они даже не хотят включать телевизор по ситуации, по существуя, как есть. То есть то, что вижу, я и говорю сам. Есть, конечно, накаленные какие-то страсти, особенно мысли по этому поводу более обостренные. Так, я считаю, живем пока спокойно, но чего-то ждем. Вот средства массовой информации говорят, что у нас война. У нас война или мир на самом деле? Нет, конечно, мир абсолютный. Пока. Почти абсолютный. Добрый вечер. Ребята, спасибо вам огромное за то, что вы здесь вот сейчас под дождем стоите, за то, что вы пришли, за то, что вы нас все это время поддерживали и никогда нас не бросали. Низкий вам поклон. У нас сейчас родилась такая поговорка у бойцов. Пусть я останусь на асфальте, и плоть моя достанется врагам. Орел подразделения Беркут все так же рвется к небесам. Ну, а самое главное, самое главное, что хочется передать нашим оппонентам по ту сторону баррикад. Фашистов воспевая, помни, гад, про 9 мая. Фашистов воспевая, помни, гад, про 9 мая. Орел подразделения Беркут все так же рваются. Продолжение следует...